Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала. Добро пожаловать на новое видео. Спешу вам сообщить радостную новость. Лаша Бекаури, 20-летняя молодое дарование сборной Грузии по джидо, стал чемпионом Европы 2021 года в городе Лиссабон и увеличил свои шансы на попадание на Олимпиаду от сборной Грузии в весе до 90 килограммов. Я очень был рад видеть его в финале. Я очень был рад наблюдать за его борьбой в национальном стиле. В настоящем грузинском стиле он победил своих соперников. Очень много попыток на броски у него было. Но пока я говорил, во втором раунде он уже победил француза Матьё. Два вазари получил вот таким красивым броском через бедро. Для тех, кто не знает, бросок через бедро один из коронах его является. Техника Коши Ваза. Он очень хорошо бедро вставляет. И третий раунд против Кохмана Ли из Израиля. Серьезный соперник Кохмана Ли. Сильный физически, но Бекаури был очень техничен сегодня. В принципе, он и есть техничный джудаист. Здесь он не бросит. Так я раунд, что же сорвался, чуть-чуть не улетел сам. Заход на заднюю подножку. Еще один заход, но захват не был контролирован. Здесь снова на заднюю, до конца идет. Но опустил он в правый отворот. Здесь он выходит на зацеп и переходит на арбитуре Гаеси. Либо Шотахо Боррелли имени. Бросок. У него получается. Япон очень красивый бросок. Чисто грузинский. В грузинском стиле победил. И четвертьфинал против опытного. Внимание, Майдова из Сербии. Схватка, на самом деле, я думал, будет очень тяжелой для Лаши. Но он победил ее очень быстро. Вот сейчас в этой атаке он снова проведет бросок. Имени Шотахо Боррелли. Просто красивейший бросок. Красивее предыдущего он его исполнил. Посмотрите еще раз просто, как красиво грузинское дзюдо. И еще раз более медленно. Все четко, как на тренировке. И полуфинал против Сганка из Турции. Парень неплохо борется. К сожалению, сегодня он за бронзу проиграл. Кристиану Торту из Венгрии. Но тем не менее, хороший борец. Надо дать ему дань уважения. Завалил здесь на себя турок. Как я говорил, друзья, практически в каждой из своей категории грузины займут медали. Пусть весит 60 килограммов, но зад за не смог это сделать, но смог это сделать другой грузин. Лукам Хейдзе из Франции. А вчера в весе до 81 килограмма. Ведат Айлбарак из Турции, который является грузином. Вано его зовут. Тоже стал. Так что практически я не прогадал. Вот в этом моменте заходит на обиторий Гаеси снова. И меняет на рецепт. Лаша очень умно тактически. Заработал в Азаре. И финал. Против Гвиняшвили. Бекки. Также грузин. Два друга. Два товарища по команде. Два брата встретились. В финале. Очень хорошо. Они знают борьбу друг друга. Очень открытая борьба была. Не было опасенности. Оба боролись. Шли на броски. Как последний раз. Финал достойный. Финал чемпионата мира. Либо олимпийских игр. Здесь зарабатывает первая цена Калаша. Через бедро бросил он Бекку на бок. Здесь Бекка чуть-чуть не дотянул до оценки. И тут через бедро чуть-чуть не хватило контроля Лаши. Чтобы исполнить на оценку. Здесь чуть на Азаре не упал. Бекку Рину повезло ему. Выкрутился. Здесь Бекка заходит на бедро. И чистейшим броском. Контрит его Лаша. И становится, друзья, чемпионом Европы 2021 года. Давайте соберем тысячу лайков на этом видео. В знак поддержки обоим спортсменам. Уважение Бекке и Лаши. Всем спасибо за просмотр.